Прив, что делал? Вот мы с вами постоянно слушаем группы, у которых, ну, ноль прослушиваний, ноль лайков, ноль подписчиков, ничего нет. И понятно, что за дело. Но вопрос остается открытым. Кто же пишет эти хиты с миллионными прослушиваниями? Как вы поняли, уже сегодня речь пойдет о топ-чарте. Будем слушать топ-чарт Яндекс.Музыки. Музыканты, артисты, продюсеры, аранжировщики, звукорежиссеры, они, большая команда людей, неустанно работают, просто лезут из кожи вон. Так в том числе и маркетологи, и прочие продвиженцы не знают сна и отдыха, чтобы попасть в топ-чарт, хотя бы на какую-нибудь строчку, хоть на денек там повисеть. Люди так стараются, а мы как будто не ценим их труд, не слушаем, что там в топ-чарте есть. Не знаю, вы слушаете топ-чарт? Когда вы последний раз хит-аппарат слушали? Тот случай, когда ты зашел в Шаверму в полночи, там этот странный музыкальный канал, где за место в хит-параде соревнуются Нюша и Джастин Бибер. Это не считается, но до сих пор люди туда стараются попасть, пишут хиты и реально там висят, и значит это что-то значит, значит это кому-то нужно. Давайте послушаем. Итак, чарт Яндекс.Музыки по состоянию на 11 мая. Я это с него снимаю, хоть новую музыку услышу. В кой-то веке, что слушают нормальные люди? На первом месте у нас Бушида Жо. Далеко. Ну он король, короче, чарта. Далеко, в скобочках, большой бушизм. В квадратных скобочках. Прот, бай, векс, энд, хей, субар. Читать дольше название трека, чем он идет, потому что он идет минуту 47. Два продюсера у этого трека. Большой бушизм, в скобочках. Не знаю, что это значит. Возможно, Джордж Буш-старший замешан в этом продвижении. План дался, возможно. Не существует, но действует. Слушаем. Я этот сэмпл слышал очень давно. Его воскресили. Ну, видите, что-то вечно. Я это разнос. Я понимаю, почему это топ-1. Твои деньги в жопе, они далеко. Туда еще и молодая лошадь ускакала за деньгами. Понятно. Песня цыганская. Года идут, рэперы не меняются. А длибы эти странные. Мое почтение. Там кто-то еще читает. Один из них Бушида, а другой из них Жо, я думаю. Чтобы достать деньги, очевидно. Как пиньята. Деньги в жопе, значит, надо ее порвать как пиньяту. Деньги посыпятся оттуда, как конфеты. И дерьмо. Это легко. Дерьмо в стакане я иду на дно. Мои деньги рядом, и мы заодно. Но твои деньги в жопе, они далеко. Ну, качает. Надо отдать должное тем, кто Векс и Хей Субар. Нормальный биток. Замечательно. Это где в этой песне засунуть дерьмо, я не знаю. Не, я не ханжа. Песня нормальная. На рофле. Топ-1. Пойдемте дальше. Вообще бывает, что людям нравится музыка такая, которая тебе не нравится. Частенько такое даже встречается среди твоих знакомых. И это обидно, потому что... Ну, человек, он, конечно, хороший, но слушает всякую фигню. И даже на концерт свой любимый со своим любимым другом не сходить. Хорошо, что есть приложение Ковер. Это приложение совмещает афишу и знакомство. Там можно легко отыскать близких по духу для похода на крутое мероприятие. Самый прикол в том, что Ковер создает именно для тебя индивидуальную подборку всяких событий. Или мест, типа музеев, ресторанов и прочего. Исключая всякую банальщину, про которую и так все знают. Вот, например, фестиваль, где будет играть по ТВП. Это явно для меня было сделано. И если мне не с кем пойти, то я мотаю вниз. И вижу, кто потенциально тоже может сходить. Кто совпадает со мной по интересам или тот, кто уже прям собирается. Но собой-собой есть не только концерты. Можно сходить в Винича подегустировать, стендап, выставки, театры, кино, необычные места, маркеты и ярмарки. Само собой, есть и раздел знакомства, где можно с кем-нибудь познакомиться. Просто напишите любому понравившемуся человеку. И не надо даже мэтчиться. И также Ковер идеально подойдет тем, кто переехал в новый город. И не может никак найти новых знакомых, новых друзей. Ищите их себе там. И ходите на интересные мероприятия вместе. В общем, социализируйтесь. Так что переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, чтобы скачать приложение Ковер и наслаждаться жизнью. Не знаю, это джаз или даурен. Ну, короче, дарите женщинам цветы. Нормальная тема, а что? Реинкарнация Юры Шатунову произошла на наших глазах. Желательно белые розы, судя по мотиву. Мы забрались в камыши. Нормально, добрая песня. Прям позитивный вайп. Агрессия и зубы скрипят, когда слушаешь. Даже рифма есть нормальная одна. Все цветы в сердце ты. Понятно, почему топ-2. И не накрутили, не усложнили, но вставили что-то для ценителей. Рифму одну хорошую. И гитарка хорошо звучит. Ну, как бы можно слушать. Ну, песня сделана идеально. Для топ-2 хорошо. Так, дальше у нас песня «Можно я с тобой». Эту я знаю. Ее написал чел, у которого псенический псевдоним. Псенический. Псионический нахрен. Ладно. Сценический псевдоним. У него абсент через доллар. Чел Ник из Counter-Strike. Взял 1.8 своего. Я к тому, что его забанили на Яндекс.Музыке. Его страницу. Ну, вроде как песни остались. Но здесь под другим именем эта песня. От какого-то ДВНа. ДВН – это не абсент. И, видимо, это какой-то хитрый схематоз. Либо он сам там договорился с этим ДВНом. Либо типа с фейка выложил свою песню, чтобы она дальше слушалась, монетизировалась. Ну, и, в общем, чтобы люди могли послушать. Либо, я не знаю как. Потому что это какая-то сомнительная страница. То есть 18 тысяч лайков – это примерно как у меня. А 6 миллионов прослушиваний – это с этой одной песни 100%. Как-то зачем перезалили. Я не против, я только за. За свободу распространения информации всеми обходными путями. Потому что вот страница исполнителя абсент, если мы попытаемся на нее зайти, она недоступна по требованию Роскомнадзора. А если мы попробуем найти его песню? То есть страница недоступна, но песня недоступна. Но песня «Я с тобой» почему-то перезалита от другого исполнителя. Почему это? Почему все делают вид, что так и должно быть? Это же та же самая песня, да? Да, это он поет. В чем прикол? Хз. На самом деле он прикольно припев сделал. Там вот эти вот голоса в разные уши, там добавляются эти «Ой-ой, постой с тобой». Это тот случай, когда у чела хит на рандоме просто залетел. Ну, всем в ТикТоке, там в Инстаграме, в Ютубе попадались видосы под эту песню. Зашел на его страничку, и у него там, короче, много песен он давно уже делает. И вот эта песня просто выстрелила сама по себе. Вот так бывает. Ну, случайно получился хит. Грустно, что из-за всяких политических контекстов ему забанили страницу на Яндекс.Музыке, при этом оставили какие-то песни, но эту песню он перезалил с какого-то левого вокала. И нормальный рифак этот на акустике, прикольный тоже. Что-то такое, да, играется? Что политический контекст? Ну, так, друзья, это, конечно, важно, но политический контекст однажды изменится, а песня уже останется навсегда. Так что нормально. Для ТОП-3 вообще замечательно. Чел, как бы, респект. Хорошую песню сделал. На четвертом месте у нас песня «Матушка» от Татьяны Куртуковой. Честно, первый раз слышу. Эти вайбы от Таркяна никак не покинут нашу эстраду. Все вот эти синтезаторы из чайханы. Очень нравятся людям, очень. Просто заходит в жесть. Ни хрена себе эклектика. Синтезаторы из чайханы плюс народное пение. Нормально. Так это формула хита получается. Никогда не пробовал березовый сок. До сих пор. Жил-жил и никак и не попробовал. Как он на вкус, хоть расскажите. Ну это классика. Такие песни всегда будут в моде, мне кажется. Ну вот, должна быть перманентно в чарте примерно вот такого содержания песни. Как кто-то с березой разговаривает. А что? Нормальная тема. Приятно поговорить с умным собеседником. Когда заноза размером с березой, это не очень приятно, мне кажется. Почему в этих песнях никогда не поют про клещей? В этих песнях, где восхваляется питье ключевой воды до лежания в чистом поле по ночам, Друзья, забывают про клещей. Надо просвещать людей. Это не очень безопасно. В траве валяться. Белая березника, для меня святая Русь, для других занозника. Под этот момент на дискотеке в 2005-м выходил самый крутой парень и танцевал брейк-данс. Он выучил два движения, которые видел где-то по телевизору. И все. Дети встали в круг, там танцует этот чел. Ну тут яма, все стандартно, потом будет сверхприпев, да? Прям кода должно быть. Матушка земля, ой белая березника. Да нет, такой же припев, как и остальные. Нормально. Так, друзья, его величество Моргенштерн, признанно иностранным агентом, последняя любовь. Вот блин, я читал комментарии, что типа, ой, украл песню у Гориллос, украл песню у Гориллос, а песню я самую не слышал, типа, реально у Гориллос взял? Ты снова куришь, снова слезы на твоих щеках. И какую песню Гориллос он взял? Типа, бас и вот этот эффект на голосе телефонный. Ты не читай, что украл. Ну блин, кстати, звучит-то нормально. Что там за басовая партия? Чё, кайфовая бас-партия. Конечно, не то немножко уже Боргенштерн написал нормальную песню. ПЕСНЯ Ну гитарки, они всегда жалеют, перегруженные на припеве. Ну чё не вжарить-то? Что там на фоне играет? На лайвах у него нормально шпарит, а вот в записях чё-то не хочет вставлять гитару помощнее. Нормальная песня, но с этим теряется вся фишка Моргенштерна, знаете. Он был хорош тем, что он записывал всякую чушь. Трррр, это вертолет, где пердёшь на сэмплах. А тут сделал просто крепкий, хороший трек, типа, умеет, да? Ну мы и знаем, что ты умеешь. Мы не за это тебя полюбили однажды. Перехвалю ещё Моргенштерна, люди в комментариях будут недовольны. Пойдёмте дальше. Исполнитель Валер... Нет, Валем. С песней Харизма. Песня про любовь к женщине, понимаете? Она одна такая, на миллион. Ну то есть на сколько всего? Примерно на 4 миллиарда женщин? Ну где-то в мире ему 4 тысячи женщин подходят, среднестатистически. Пусть не отчаивается. Песня про любовь к женщине, понимаете? 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 Интересная вещь, что у нее характер есть, типа, что она что-то разговаривает, возникает, да? Он еще с ее чувствами играл. Ну-ка, сейчас услышим, услышим, что ты за человек, валим. Что за слухи-то про вас ходят? Я вообще в первый раз тебя слышу. Раскрой как-нибудь тему, я ничего не понимаю. Ты играл на ее чувствах, тебе бесит ее харизма, но она тебе очень нравится, одна на миллион. Но про вас слухи какие-то. Тебе плевать на Гуччи, но выпьет звезд в дорогом отеле. Я не понимаю. Слишком много информации для меня. Короче, грустный рэп про бабу. Это стандарт. Золотой стандарт. Это всегда вот в топ-10 должна быть такая песня. Как бы респект, уважение, нормально сделано. Но скучно, пипец. А, это там, где енот крутится? Типа, этот тренд. Педро, Педро, Педро. Видите, как надо попасть в топ-чарт? Всех задолбать в этих, в рилсах. А эти исполнители, интересно, в курсе? А может, они синглом это выпустили в 24-м году? Просто звучание, как будто, типа, диско, да, 80-х? Ну-ка, давайте загуглим. А, это ремикс 24-го года. А так, песня старая. На ютубе 12 лет назад выложена, но, скорее всего, еще старше, да. Снимал клип Тарантино, это мы поняли. Как в оригинале-то звучало? Честно, мало чем отличается от оригинала ремикс. Ну, в общем, вы поняли. Это реально популярная песня. Людям нравится, люди слушают. К солидей бой. Пожары. А мы снова танцуем Поем под нирвану Твои поцелуи Залечат стираны Нужна мне, как воздух Как волнам прибоя Тут гитары не пожалели в припеве. Нормально жужжит. Идти, мне нужна гравитация Тебя подошли Сорвали овации Пожары любви Это эвакуация Это косплей на Монискин Хотя Монискин это косплей на рок из 80-х тоже Такое вот все Рассуждать, кто у кого что взял Взял и хорошо Че лежит-то? Никто не трогает, не пользуется Надо брать Я надеюсь будет еще Припев раскрытый Куплеты, понятно, они очень интересно Они там танцуют Вот сведение гораздо круче, чем у Рогенштерна, кстати Если мы именно вот рок составляющую рассматриваем Честно, текст вообще супер скучный И припев Где раскроется-то суть припева Вот это вот как будто Чуть-то не додают Хотелось бы, чтоб че сначала Вот это Губилова Губилова Вот это, вот это Ну почему так мало Вот этого кайфушечки Ну, песня сделана просто замечательно Но текст пипец какой скучный Вот что На мой вкус я скажу А так, неплохо Ну я, знаете, это говнарь Мне нравится, когда гитара жужжит Типа я такой сразу О, классная песня Когда какие-то синтезаторы Там типа рэп какой-то Я думаю Ой, это говно Ну я вот такой вот На девятом месте у нас царица О Насти Она как-никак не успокоится А Настя-то новую песню написала Уже давно пора Чего-то давно не было Царица аж поднялась На сколько-то мест Видите, стрелочка вверх Остальные так сидят Один только с короны Главное не шутить Про короля чуханов Ладно Ну, видимо, царица Подвинула Егора Крида Ну что, освежим в памяти царицу? Давайте уж Раз мы слушаем топ-10 Все твои романы Тяжелый вид спорта Каждый бывший выводил из зоны комфорта Каждый бывший тренер личностного роста Ты стала хитрее Детка стала взрослой И на этой дискотеке Ты не плачешь под утро Под любимые треки Ну что, кайфец Типа пьяным в такси ехать Нормальная тема Мне кажется Все впервые услышали Такой жанр Именно в таком состоянии А снова по чужой земле иду Гермошлем захлопнув на ходу Мой фантом, как ястреб быстрый В небе голубом и чистом сревом Набирает высоту Великая песня Царица В общем, она Асти Респект Егор Крит и Джонни Так, а что за Джонни? Егор Крит слышал такого Джонни Какой это Джонни Хозе, кто это? Давайте слушать Дым Сигарет С ментолом Да-да-да Забыл таблетки принять Песня про вред курения Да, походу Или если так Холодный огонь Наверное, они кальян курят Чисто Сидели в кальянной Такие Давай про дым Давай Меня сжигает внутри Холодным огнем Дым А что, нормально? Богатые тоже плачут А Насте Все страдает Что какой-то пацан С ней не танцует Егор Крит Сколько его уже Женщин бросило Судя по его песен Ну не пересчитать Хотя, казалось бы У человека все есть на свете Но Хрен знает Ну вот есть нормальные люди А вот Бушида Жо Радуется, что у него Деньги не в жопе Уже как бы Мелочь, а приятно Как бы Повод для того Чтобы песню написать Человек говорит Дарите женщинам цветы Ну позитивчик Можно, наверное, с тобой Ну Контекст, конечно, не радостный Но в целом Песня такая Позитивная Вот это про любовь к родине Там с березой Разговаривает Татьяна Вот Моргенштерн Тоже опять Ну человек Все есть у него Нет, опять Несчастлив Каждый Как бы несчастен по-своему Друзья А все счастливы одинаково Или кто там Короче, лучше быть Богатым Молодым и здоровым Чем бедным Старым и больным Ну вот такая истина Получается Ничто меня не убивает Так как ты Снова тянет Написать тебе Как ты В календаре Закрашу черным Наши даты И чей-то мерен Увезет тебя куда-то Куда-то далеко Я сделаю вид Как будто мне легко Я думал Между нами вспышка Но это такой Я если увижу Обойду стороной Ведь ты Внутри Меня Стала чужой Холлы Престаней И лживых Престаней По стене Солнце Покинет Нас Ну чисто Кайфушечка Типа С пацанами Поплакать Нормальная Песня Ну кстати У Егора Клида Тексты поинтереснее Чем у многих Из этого списка Что-то умеет Знать человек Не зря рэп писал Сколько там 20 лет Как вам Топ 10 Чарт Яндекс.Музыки На сегодня Через месяц Будет уже другой Наверное В принципе Ничего сверхудивительного Нет Я бы отметил Отдельно К солидей бой Почему у них Тексты такие Скучные Непонятно Потому что Ну песня Четенькая Ну и в принципе Народ на позитивчике Двигается так Школьники слушают Вот про деньги в жопе Просто люди Слушают про то Что женщинам цветы Надо дарить Вообще все слушают Это про можно я с тобой Ну остальное Так по остаточному принципу Что еще понятно Понятно то что Можно подписаться На Бусти и на Патреон Там проходят стримы Где я в прямом эфире Пишу новый альбом Жище И там много еще Другого разного контента В общем Подписывайтесь Еще можно подписаться На телеграм канал На группу вконтакте И на стрим канал Там стримы проходят Каждую неделю Еще есть промокоды На музыкальные магазины Можно себе Оборудование покупать Там гитары Струны Провода Звуковые карты Что угодно Дешевле чем оно там стоит Просто промокод мой Вводите там В описании посмотрите И типа Получается дешевле Меньше платите Круто же А так я благодарю всех За просмотр Всем хорошее настроение Здоровья И как бы Долгих лет жизни Все увидимся Давайте пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok